МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чолом Республика", привет, земляки! Предлагаю долго не зевать, а сразу бодро и активно начать свой день. Повысить ваш заряд энергии, безусловно, сможет наша программа. В эфире Студия 11, и мы начинаем! На Ударе один из самых активных ТОСов Мичаму. Красивая земля. Общественная организация действует на территории села Йортом, деревень Шиляева, Устьева, Иб. Не путать с Иктывдинским селом Иб. Сейчас инициативные жители обустраивают гостевой дом, собираются открыть краеведческий музей и разработать новую туристическую тропу. Наша съемочная группа зарядилась творческой энергией у дарчан. Йортом находится в 20 километрах от Благоева на правом берегу Вашки. Село впервые упомянуто в дозорной книге 1608 года. Сейчас в зимнее время здесь постоянно проживает меньше 100 человек. Но летом из всех уголков России приезжают сюда дети к дедушкам и бабушкам. Места действительно живописные, а люди хлебосольные. Ну, во-первых, мы на реке Вашка. Вашкинские, говорят, очень люди хваткие, очень энергичные. Есть такая поговорка – Вашка берет, а мизень не сдается. То есть Вашка как бы всегда впереди. Они такие очень устойчивые, очень хозяйственные, очень домовитые. То СМИ-ЧМУ стремится наполнить жизнь села новым содержанием. Активисты подумывают открыть в Йортами дом национальной кухни, чтобы знакомить туристов с коми-блюдами в настоящей северной избе с русской печкой. А в этом шестистенке разместится краеведческий музей. Мы собрали экспонаты. Это в наших деревнях собирали, и нам жители давали. И сейчас в этом музее это шестистенка, дом огромный в центре села. Наши все экспонаты, они там лежат. И дети нам помогали все лето делать уборку в этом доме. Тоже, как и здесь, остается дело за малым. Каждую комнату оборудовать и расставить вот эти музейные экспонаты. Год назад ТОС получил грант Министерства экономики Республики на проект «Тропа охотника». Приобрел спортивный инвентарь и материалы. И вот сейчас на фестивале «Крычьес» гости могли взять на прокат лямпы и лузаны, пробежать по целине, научиться стрелять из лука и винтовки. Сейчас инициативная группа «Ёртам» разрабатывает новый туристический маршрут в деревню Шиляева. Там, где рисовали наши знаменитые художники Стажаров Владимир Федорович, и кто с ними приезжали, и попробуем по этому маршруту потом приглашать уже других участников группы, чтобы они знали и видели. Так Шиляева выглядит сейчас. А так деревню в 60-е годы прошлого века изобразил известный московский художник Владимир Стажаров, который полюбил удорские села всем сердцем. За картины, написанные в этих краях, он получил государственную премию РСФСР имени Ильи Репина. Современные живописцы тоже не забывают Удору. Каждый год приезжают на пленеры. В марте здесь ждут заслуженного художника России Андрея Захарова из Костромы. Думаю, самое время заварить чайку, друзья. Раз уж мы собрались в такой приятной компании, то можно захватить и чего-то вкусного. Но прежде чем чай налить, нужно воду вскипятить. Ведь кипячение воды способствует удалению мелких и крупных частиц микропластика. Недавние исследования показали, что высокие температуры образуют карбонат кальция на этих частицах, что приводит к их осаждению на стенках чайника в виде накипи. Но давайте лучше объясню простым языком. Такое открытие может стать основой для создания недорогих и быстрых методов очистки питьевой воды от пластикового загрязнения. Вы пока наслаждайтесь горячим напитком, а мы идем дальше. Больше тысячи тэквондистов собралось в Тамбове на всероссийских соревнованиях турнир «Мастерский». Сильнейшие спортсмены России первые номера сборной боролись за право взойти на пьедестал и выполнить норматив «Мастер спорта». Два дня напряженной конкуренции и упорной борьбы. Турнир получился интересным и зрелищным. Есть те, кто представлял нашу республику, и сегодня они в студии. Дмитрий Глеб, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, расскажите, какая делегация ездила от Республики Коми? В этом году у нас очень большая делегация. Было 38 спортсменов различных возрастов. Мы начали с 12-13, 14-17, взрослые спортсмены. Такая большая делегация стала возможным при помощи Министерства спорта Республики и Управления спорта города Стывкара. Глеб у нас победитель. Он с бронзовыми медалями на своей шее. Расскажи, пожалуйста, Глеб, как далась тебе эта победа и, ну, сложным ли были выступления? Ну, выступления были довольно сложными. Чувствовалась высокая конкуренция. Вот. Ну, как тебе тот твой результат? Тренер тебя готовил к чему-то большему? Ну, результатами я, в принципе, доволен, но рассчитывал на более, как бы, высокий результат. А что будем делать с этими медалями? Ну, на самом деле, турнир мастерский – это третий в рейтинге в России. Первым является чемпионат первой страны, да, вторым – Кубок России, ну, и третьим, соответственно, турнир мастерский по количеству участников и конкуренции. То есть это хороший результат среди спортсменов России? Ну, учитывая, что Глеб в эту категорию 14-17 лет зашел в том году, то это достаточно серьезный результат, потому что все первые номера на этом турнире присутствовали. Как вообще была, какая атмосфера была на соревнованиях? Это чувствовалась конкуренция? Или, может быть, все-таки дружелюбная такая партнерская атмосфера? Нет, турнир классный, да, он, наоборот, в такой более дружелюбной атмосфере. Ребята готовятся к сезону, вкатываются, потому что следующий старт у нас будет в Перми 9-10 марта, потом Кубок Петра – это апрель, ну, и потихонечку потом выход в межсезонье, и, соответственно, основной старт – это будет в ноябре чемпионат первой страны. То есть впереди еще столько побед? Конечно. Желаем хороших результатов, серебра, золота. Как между ребятами твоего возраста, как вы общаетесь, знакомитесь ли со своими конкурентами, по сути? Ну да, после каждого соревнования мы, бывает, списываемся, как бы поддерживаем общение. Глеб, помимо медалей на тебе, вижу рядышком дипломы, покажи, пожалуйста. Вот чтобы таких дипломов возыметь, как хорошо нужно готовиться? Ну, у нас тренировки проходят почти каждый день, шесть раз в неделю. Особенно тяжело давалась гонка веса перед соревнованиями. То есть нужно держать себя в определенном весовой категории, да? Это нужно не есть или наоборот нужно есть для тебя? Для меня наоборот не есть. А у меня еще такой вопрос по поводу эмоций, получаемых во время награждения. Ты знаешь априори уже результаты? То есть вот ты, например, провел встречи, да? И ты понимаешь, что ты сейчас выйдешь на пьедестал на третье место или на второе, или на первое? Или есть какое-то сомнение? Ну, сомнения всегда бывают, потому что все может как бы поменяться резко. То есть это интрига определенная? Да, интрига есть. Ну, когда захожу на пьедестал, чувствуется как бы гордость, радость. А родители поддерживают? Да, родители, друзья, родственники, все меня поддерживают. Ну, а как они узнают о победе? Ты сам звонишь? Да, сам звоню сразу же после того, как наградят. Здорово. Ну что ж, желаю вам в будущем хороших результатов. Привозите нам побольше медалей. Ну и всего лучшего. Спасибо. Спасибо. Наблюдать за появлением новой жизни – настоящее чудо. Будь то рождение ребенка, котенка или даже вылупление цыпленка. Дети из Сыктывкарского центра экологического образования на какое-то время станут мамами и папами для пяти пернатых. В чем заключаются родительские обязанности, расскажет Алена Туркина. Желтенькие, маленькие, но уже такие громкие. Эти цыплята стали звездами и вместе с этим главной сенсацией в Центре экологического образования. Конечно, для станции ЮНАТОВ, как ее еще называют в народе, такое пополнение не редкость, ведь там есть зоопарк. Но особенность конкретно этих птенцов в том, что в рамках образовательной программы доп. образования их вырастили дети. Заложили туда яйца. С нашего зоопарка в зоотехнике нам собрали 8 яиц. Мы туда 6 февраля запустили, положили яйца. И вот через 21 день, как положено для куриных яиц, стали появляться первые поклевки. К слову, сам инкубатор воспитанники объединения собрали вместе с педагогом. Затем выставили нужные параметры – 37,5 градусов тепла и больше 50% влажности. И ждали, ждали, ждали. Перед тем, как они должны были вылупиться, перед 21 днем мы их слушали, чтобы убедиться, какие яйца вылупятся в итоге, какие не вылупятся. Просматривали в инкубаторе, получается, следили за их состоянием. Перед тем, как они пизают 2 дня примерно до того, как они вылупятся, они начинают биться клювиком, получается, о скорлупу, чтобы, ну, попытаются пробить себе выход наружу, получается. Всего вылупилось 5 цыплят – неплохой результат. И сейчас, несмотря на то, что малыши выглядят достаточно бойко, они все равно нуждаются в повышенном внимании. Воспитанникам объединения еще как минимум неделю нужно следить за показателями температуры в помещении, светом – его должно быть много – и, конечно, за рационом птенцов. Основа их питания – протертые яйца и творог, но по мере роста пернатых будут увеличиваться аппетиты и расширяться меню. Для Центра экологического воспитания такой опыт стал первым, но, по словам педагогов, на этом они не остановятся. В планах вырастить из яиц уток, гусей и даже горлец. Славный юбилей! В честь празднования десятилетия русской весны и дня возвращения Севастополя в Россию в городах нашей страны пройдет патриотическая творческая акция, в которой примут участие известные музыкальные коллективы. В их число вошел и наш замечательный ансамбль «Асьякэа». Предлагаем насладиться ярким исполнением песни под названием «Город-герой Севастополь мой». Этот город поклонения и славы, этот город не держит славы. Этот город всегда со мной, город-герой Севастополь мой. Город поклонения и славы, этот город не держит славы. Этот город всегда со мной, город-герой Севастополь мой. Привет, наши столицы, приветствуем от крымчат. Приехав к нам сюда, ты не поверишь своим отчам. Только за лето к нам приезжают миллионы туристов. Ты можешь тут отдохнуть или построить бизнес. Тут детство вырастает дух патриотизма. Порохом пропасы сердца от мэра и до таксиста. Наши деды отстояли нам землю и веру. Теперь мы просто обязаны оставаться первыми. От самого центра и до проспекта Победы. Летит эхо войны, летит эхо Победы. Верим, что наша команда выйдет в высшую лигу. И сам Лето 100 писал про наш город книгу. Этот город поклонения и славы. Этот город не держит славы. Этот город всегда со мной. Город-герой Севастополь мой. Город поклонения и славы. Этот город не держит славы. Этот город всегда со мной. Город-герой Севастополь мой. Их имя пройдет через сотни веков. Горнилов, Нахимов, Тиюшаков. Город-герой Севастополь Город поклонения и славы. Город не держит славы. Севастополь! Город поклонения и славы. Этот город не держит слабых Этот город всегда со мной Город-герой Севастополь мой Город поклонения и славы Этот город не держит слабых Этот город всегда со мной Город-герой Севастополь мой Половина выпуска уже позади Прервемся ненадолго, но скоро вновь вернемся на ваши экраны. Не переключайтесь. Мы снова в эфире. Привет всем, кто только подключился. Продолжим наш красочный информационный эфир. Погнали! Для этого совсем не обязательно ждать определенного дня. Воспользоваться господдержкой можно в любое удобное для вас время. Однажды так поступили и герои нашего сюжета. Сколько раз вы обещали себе начать новую жизнь с понедельника, изменить привычки, заняться необычным хобби или вовсе сменить сферу деятельности? Благодаря нацпроекту «Демография» освоить желаемую профессию легко. Первые годы после рождения ребенка – одни самых сложных в семейной жизни. По статистике, многие пары не выдерживают новых трудностей и разводятся. Но есть и те, кто предпочитает проблему не замалчивать, а решать ее вместе со специалистом. Именно с такого сеанса у психолога и начался новый период жизни у Анжелы Лютоевой. Женщина пошла в терапию, чтобы улучшить отношения с мужем, а спустя время поняла – она тоже хочет помогать. Обучиться на психолога по нацпроекту «Демография» женщине посоветовал друг семьи. Пошла на сайт, посмотрела, что я подхожу как молодая мама с маленьким ребенком. На тот момент ей уже было 4 года. Быстро собрала все документы и просто пошла. Текущий год в нашей стране по решению президента России – год семьи. Такое решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения ее традиционных ценностей. Материнству и детству уделяется особое внимание. Государственные меры поддержки на каждом этапе – от рождения ребенка до его совершеннолетия. Пособия, выплаты и поддержка – одна из наиболее эффективных мер – это реализация нацпроекта «Демография». Заявку, поступившую с портала «Работа России» в Центре занятости, одобрили сразу же. Оформив все документы, Анжела приступила к дистанционному обучению в Томском госуниверситете. Удаленный формат работы оказался удобным. Днем мамочка следила за ребенком, а вечером погружалась в образовательные курсы и практические занятия. Сертификат о переобучении Анжела получила в январе. Сразу же арендовала кабинет для консультаций, оформила самозанятость и начала консультировать первых клиентов. А это Юлия Бубнова – косметик-эстетист, тоже молодая мама. Вот уже несколько месяцев девушка заботится о красоте и здоровье кожи своих клиенток. Освоить профессию мечты позволил все тот же нацпроект «Демография». В октябре прошлого года через Центр занятости Юлия начала обучение в Сыктывкарском медколледже. Почти каждое занятие, вспоминая девушка, сопровождалось практикой. Я на работу хожу как на праздник. То есть я пришла, мне нравится, я люблю заниматься этим делом. Клиент пришел, ты его посмотрел, сделал ему приятно, а еще какую-нибудь скидочку, либо масочку к процедуре ультразвуковой, да, как бы она не входит в стоимость процедуры, ты сделал. И человек ушел, и потом тебе прилетают такие отзывы приятные, и это еще больше окрыляет. Чтобы стать косметиком-эстетистом, специальное медицинское образование не требуется. Необходимую базу об анатомии человека и строении кожи студентам дают практикующие преподаватели. Получить бесплатно новую профессию или повысить уже имеющуюся квалификацию в рамках нацпроекта «Демография» могут несколько категорий граждан. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста. Безработные граждане, зарегистрированные в Центре занятости населения. Граждане в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионеры. По программе можно пройти как полное профессиональное, так и дополнительное профессиональное обучение. Это очень большая возможность. Это дает настолько... Я много думала идти, а тут уже такая дано, отучиться бесплатно. Плюс, если еще есть кто проходит по этой программе, соцконтракт получить. Это очень выгодно. Не то, что выгодно, это большой бонус тебе дается в жизни. На первоначальном этапе за три месяца бесплатно человек уже может понять, а нужно ли ему это, в каком направлении он бы хотел работать, с какими вопросами он бы хотел заниматься, работать. Сейчас и Юлия, и Анжела – счастливые работающие мамы. Если вы тоже хотите поменять свою жизнь, как и нашей героине, достаточно проявить смелость, а государство поможет. Бывает порой, что уже вещи в дом складывать некуда. Но многие продолжают хранить абсолютно все. Потому что вдруг пригодится. Если раньше люди страдали от нехватки одежды и продуктов питания, то теперь недовольны их изобилием. Однако продолжают копить. Но почему же мы берем то, в чем не нуждаемся? Есть мнение, что так мы заделываем психологические дыры внутри себя. Чем более нестабилен человек психически, тем сильнее поддается уловкам маркетологов. Но ситуацию можно исправить. Соберите свой базовый гардероб и оставьте действительно необходимые вещи. Перестаньте ходить в магазин голодными. Да-да, желание поесть заставит вас купить то, что не особо нужно. Уже этих двух простых пунктов будет достаточно для начала очищения пространства в своем доме. Всем любителям драйва советую новостритюши. Наша команда обожает различные тренировки. От медитации до бокса. От ароматерапии до велопробежек. И не так давно я решил попробовать свои силы в паркуре. Поверьте, даже на первом занятии прямо дух захватывает. Чего я рассказываю. Сейчас сами все увидите. Ян, привет! Самый главный вопрос. Что такое паркур? Паркур это рациональное перемещение. Максимально эффективное. То есть мы затрачиваем минимум усилий и преодолеваем максимальную скорость. Ну, скорость и за наименьший промежуток времени. Ну смотри, мне очень нужно в магазин. Я такой максимально эффективно оделся и вышел с дома, преодолел улицу, пришел в магазин. Я что паркуром занялся? А, ну если перед тобой были препятствия, гаражи, стены различные. Если у тебя нет дороги, просто по которой ты можешь пройтись, и ты начал перепрыгивать, перелазить через все это, то это был бы паркур. Кто занимается паркуром? Это профессиональный вид спорта? Или это хобби? Ну, просто что это такое? Паркур может быть как и хобби, как и профессиональным видом спорта для человека. Занимаются парни, девушки от мала до велика. Также и взрослые могут им заниматься. И занимаются. То есть у меня на опыте есть несколько человек. Скажи, пожалуйста, сам-то ты практикуешь в летний период времени непосредственно вот это безумное перемещение, рациональное перемещение из точки А в точку Б? Да, конечно. Собираемся с парнями, тренируемся. Бывает, один тренируюсь. То есть выхожу на спот и отрабатываю там различные элементы. И связываю связки уже в дистанцию. Друзья мои, я надеюсь, вам стало более-менее понятно, что это такое. Ну, а прямо сейчас мы приступаем непосредственно к тренировке. Любая тренировка начинает с разминки. Поэтому начнем с разминки. Ну что, теперь приступим к самому паркуру. Вот мы с тобой вышли за хлебом. Чтобы зайти в магазин, есть предписька. Сразу забор. Да, да. Сразу забор. И нам нужно его преодолеть. Есть различные способы преодоления забора. Много разных способов, но один из самых простых и тоже эффективных называется сейфти. То есть смотри, мы забегаем сюда, ставим ногу, вторую ногу сверху, весь тело наручно переносит. И задняя нога, она проходит здесь между рукой и ногой в передних уже. Раз. Спрыгнули. И можно кувырок еще добавить. Ну, особенно если ты в чистой одежде, кувырок будет просто необходим. Особенно весной. Особенно весной. Раз, старая. О, кувырок. Отлично. А если сразу я вот сюда уйду? Ну, и дальше. Это называется манки. А, точно. Вот она. Вот это мне. Как же еще есть посложнее, реверс. То есть вращение уже добавляем. То есть мы бежим. Опа. И нужно развернуться вот в ту сторону. О, сразу. Хорошо. Оказывается, и все просто. Все просто. Вся база партнера, она простая и эффективная. Мы иногда работаем намеренные падения. То есть прыгаем и специально зацепляемся. Как ты выйдешь из этого падения? То есть вот ты бежишь, например. О, и сюда. Оп, ушел в кувырок. А теперь наш оператор. Погнали. Во время тренировки проснулись какие-то невероятные внутренние силы. И я решил попробовать прыгнуть заднее сальто. Первый раз в жизни. Что из этого получилось? Смотрим. Даже наш оператор Дмитрий решил рискнуть здоровьем. И сам прыгнуть сальто. Получилось круто. Ян, огромное спасибо за экскурс в это направление. Очень веселое, очень задорное, драйвовое. Спасибо тебе большое за твои трюки, за твои навыки, за то, что ты учишь наших маленьких ребят заниматься этим полезным делом. Артемий, благодарю за теплые слова. И во благо. Во благо. Частые головные боли, утомляемость и бессонница. Все эти симптомы могут быть признаками дефицита кислорода. Давайте разберемся, как нужно проветривать комнату, чтобы избежать таких проблем. Когда окно открыто, нужно выйти в другое помещение, в котором нет сквозняка. Иначе проветривания могут закончиться простудой. Если близко дома проходит оживленная трасса, проветривать лучше в ранние утренние часы и поздно вечером, когда концентрация выхлопных газов в воздухе меньше. Днем также может быть больше пыли, поэтому в это время желательно проветривать закрытыми шторами, чтобы частицы загрязнения не разлетались по комнате. Если в доме есть животные и маленькие дети, нужно принять меры предосторожности при открывании окон, использовать специальные защитные механизмы для рамы и прочную сетку. И в завершении программы подарим вам дополнительную порцию эндорфина. Один из способов поднять настроение – зажигательные танцы. Будьте уверены, после просмотра следующего ролика ноги сами запросятся в пляс. Зажигательные танцы. На этом наша передача подходит к концу. Проведите этот вторник на ура! С вами была информационно-развлекательная программа «Студия 11» и я ее ведущий Артемий Барсуков. До встречи, Республика! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова